так че сегодня до обеда поработали примчался домой в обед уже вчера же купили ёлку зелёную настоящую оставить её как крепления нет вот у тебя чё вышел по быстренькому надо что-то придумать вот валялись кусочки труб вот так взял короче сварил сейчас вот эту еще ногу одну обрежу чтобы одинаковые были ну и всё сейчас краску какую-нибудь найду покрашу быстренько подставочка готова ёлку здесь этот черенок заточу топором и сюда вставлю по размеру как раз и всё пять минут и готова вот такая у меня подставочка получилась сейчас ёлочку подстругаю ствол ей топором попробую туда подогнать ставить всё будет окей чем занимаешься рассказывать ломая могу сделать опять стены ломать в общем убрали всё из ванной вынесли штору сняли все побрякушки цацки зубные щётки всё вынесли потому что будет очень сильно грязно здесь что делать то будем что надо снимать перевесить бак сюда подальше по новую трубу надо выводить на улицу это же всё-таки канализация поведём её сюда на улицу на крышу для начала нам 100 литров воды слить 100 литров обалдеть уж какое ведро по счёту да 20 литров получается сольём сейчас потом что делать будем а он тяжёлый я смогу его помочь тебе снять не знаю сможешь ты не сможешь а ты куда воду ты льёшь только не под дерево а то там уже налили много да уж вот здесь вот в углу пойдёт труба но она здесь не заходит очень близко бак висит теперь дима говорит надо бак сейчас пересверлить дырки вот так чуть-чуть его отодвинуть чтобы она зашла труба туда и вон там она вот там в стенке она выйдет на террасу да а потом на крыше там на улицу уже будешь делать да в общем сейчас здесь зима всё сделает а потом пойдёт на улице продолжать через крышу на улицу надо будет вывести чтобы этот фан весь не шёл туда к нам на террасу который будет застеклена такая канитель у нас шланг может какой-нибудь там ничего не пойдёт одеть унитаз бы спустил бы и всё в яму выполнять а ну тогда таскаю чё может а ведро хотя бы большое взял чё ты 5 литровый ты бегаешь сто раз вода-то какая смотрите у нас в бачке кошмар на действительно термекс это дешманский да сама серия что покупали изначально так она вода какая-то же в чайнике вида у нас чё мы вон без фильтр в чайнике каждый день чайник у нас нет цены какой-то ржавчины от внутренности бака ну так вот в общем бегаем пока так чё ты все скинул бак уже короче пробил дырку дыру пробил будет вообще вот так вот выглядеть у меня вот так вот но потом дальнейшем может быть зимой время будет сделаю коробушку так вот короб плитку куплю наклею заклею вот так вот будет фановая труба проходить и там пойдет уже на крышу так установили мы вот эту вот трубу вот она выходит там на улицу на улице нужно сейчас вот все запенил дима высохнет пена потом будет уже на улице продолжать ее делать здесь вот она выходит получается нужно будет здесь тоже что-то придумать потом сделать типа короба может быть а а сейчас приступили хотели повесить вот этот водонагреватель пустой и стали его поднимать и полилась вода вот из этих штук полилась просто не то что вода а коричневая каша я могу показать вот меня на штаны все попало вот такая вот коричневая каша вытекла вот здесь лужа зима решила открутить все это и смотрите что там внутри я не знаю видно нет вот там просто не знаю сколько килограмм вот этой вот коричневой штуки вот это вот ржавчина вот сейчас он тэн вытащил этот тэн пошел чистить сейчас он его почистит потом вот этот бак вынесет на улицу все это выбьет вытряхнет нужно будет наверное не знаю задумано пойдем шлангом сейчас туда набирать все это замывать запах отвратительный вот отсюда нехороший потому что в последнее время открывали горячую воду и шел вот этот запах непонятный такой неприятный понятно что два года два года вот это вот так в тормашке показывает термекс водонагреватель он у нас работает всегда на полную мощность то есть он постоянно сам подогревает поддерживает одну температуру сейчас почистим этот бак вот здесь дима закрутил уже вот такие штуки новые бака висел вот в старых дырках мы их пока запенили но их не видно все равно будет просверлили вот такие новые крючки сделали не знаю как они называются дима знает повесим бак сюда потом я буду мыть все вот видите потолок грязный как сверлили это прилетело и все стены нужно будет потому что все в пыли очень полностью всю ванну помою приберусь и у нас будет готово самое главное у нас это вот это вот забыла опять как она называется но в общем для того чтобы унитаз хорошо смывался тяга в общем специальная типа вентиляции что ли что-то такое вот на улице сейчас покажу что там на улице вот такая штука пока что торчит она будет уходить в крышу пока здесь потолок не обшили все это уйдет в крышу сверху там будет над крышей труба специальная и будет там света как говорится выходить туда чё там вот он этот тэн кошмар ну что упалить чем-нибудь 7 упали не знаю как не тёкшу сам короче почистил бак смотрите что я из него вытащил сокровище золото вот столько вот гадости было в баке это водонагреватели кошмар кошмар этот он у меня провисел два года как бы окей на ютубе видел поболее там прям вообще пол ядра наверное высыпали но вот за два года вот у меня вот столько накопилось то все вычистил все там помыл его бак прям под давлением со шланга повесил заново сейчас набирается все закончил ложить здесь по новой технологии короче положил грязь не разводить на жуткие гвозди приклеил посмотрим отвалится не отвалится вообще не должна здесь у нас по третьему разу перережают елку перережать а я подстригаю ненужные веточки не по ее нарядили вот идет ветка она мне еще вот так пять штук они очень тонкие на игрушку не повесишь это у нас так каждый год но игрушки да 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 они оденут а ты завтра переоденешь я кстати подвязал очень много этих с нами все ветки по себе не можем они не падают потому что игрушек очень много ну посмотрим вон моя подставочка пятиминутная стоит не шевелится стоит вон очки